И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику Трансфобзор, где мы рассматриваем различных трансформеров, как новых, так и старых, как маленьких, так и больших. Сегодня мы снова рассмотрим очередного трансформера по второму фильму. Оказывается, у меня еще кое-кто имеется, не знаю, последний это или нет, но, скорее всего, да. Сегодня мы рассмотрим вот такого трансформера, это у нас автобот, это у нас Скоут-класс, либо Коммандер-класс, иначе можно назвать, но раньше называлось Скоут-класс. Это у нас, естественно, автобот, которого зовут Дэв Чардж, если я ничего не путаю. Интересное, если честно, у него имя, могу сразу сказать, его в фильме не было. Это у нас вот такой, получается, как бы военный корабль, плюс-минус, возможно, он был в комиксах, возможно, его просто сделали, потому что нужно, хотя были какие-то корабли в конце второго фильма, возможно, как бы вот там был такой трансформер, как бы иногда они делают, что в фильме этого не было героя, а в виде игрушки, как бы такой герой существует. Как бы ради денежек, скорее всего, но ладно. У меня, конечно, имеется сам автобот, он, конечно, в хорошем состоянии, слегка немножечко есть потертости, но ладненько, и имеется инструкция. Картоночки, увы, не сохранились, но так уж получается. Вы скажете, что, у тебя опять две инструкции, я вам могу сказать интересную вещь, я для чего-то вот тогда вот так вот делил, то есть, получается, это верхняя часть инструкции. Я решил для чего-то вот так вот взять, вырезать, потом, я это помню, приклеивал на дверь, и вот такую тему приклеивал на дверь. Вопрос, зачем, я не знаю. Конечно же, от 5 лет и ограничений нет, а вот у него имя, Dev Charge, интересно, если честно, имя, по второму фильму, конечно же, и первые этапы у нас трансформации имеются, конечно же, но здесь, в принципе-то, ничего интересного не имеется. Это как бы у нас первая инструкция, будем называть, ладно, уж так. И вторая инструкция, она вот такая, конечно, в состоянии, ну, более-менее, но не очень, если честно. Ладно, показано поэтапно, имеется, конечно, 10 этапов, чтобы его трансформировать, я бы, наверное, сжал бы до 6 или 7, но ладно, и получается вот такой у нас кораблик. И, конечно, на обратной стороне у нас показана, если честно, интересная тема. Вроде бы, да, как бы робот, но тут у нас получается вот такая тема, получается-получается, и в итоге он делает, типа, шпагат или что. Я помню, я такое делал, если честно, не совсем понимал, для чего это надо, то есть, что это за режим какой-то, как будто он на каких-то скейтах, не знаю, чтобы по воде мог как-то плыть быстро, бежать или что, я не знаю. Вот для чего, если честно, как бы, можно сделать и можно, но чтобы показать это на инструкции, не совсем понимаю, для чего. Но, в общем, получается вот такой у нас с одной-то стороны трансформер. Если рассмотреть, как обычно, его цвета основные, то тут у него имеется такой приятный, ну, не то, что прям голубенький цвет, но такой серо-голубенький цвет. Честно, не знаю, как это называется, я оттенки не особо знаю, буду называть серо-голубой цвет, скажем так. Так, имеется вот такой уже ближе к белому цвету, то есть, бело-серый цвет, да, голубенький цвет, это у него глаза, золотые запчасти имеются, конечно же, черный цвет имеется. Ну, и вроде бы все, больше никаких цветов, само собой, не имеется. Если честно, ну, смотрится неплохо, если честно, для коллекции сойдет, можно поставить на полочку, но в нем ничего сверхъестественного я, естественно, не вижу. Я покупался он, конечно, давно, в 2009 году, скорее всего, когда фильм выходил, и стоил тогда где-то 13 евро плюс-минус. Сейчас такие будут стоить по 15, а может даже чуть дороже. Вот, здесь немножечко уже у нас цена подорожала, но уж как есть. Давайте, пожалуй, будем рассматривать поближе, не будем тянуть, рассмотрим его голову. Голова, если честно, интересная, то есть, конечно, мы, да, его в фильме не видели, как бы вот такую решили придумать, сделать, но очень неплохо, глаза голубенькие неплохо. Росик видим, само собой, это у нас верхняя часть, как бы шлем, неплохо, хорошо смотрится, нормально. В целом, голова такая достойная, если честно, здесь, как бы, детализация, скажем так, имеется, вот, и никакой у нас пустоты здесь не имеется, это большущий плюс. Если рассмотреть туловище, конечно, все очень простенько, как будто у нас какие-то здесь запчасти на груди имеются от корабля, неплохо. Золотые запчасти ему, если честно, очень подходят, дополняют, имеются различные здесь поршни, не поршни. Ну, туловище, конечно, маленькое, но неплохое, если честно, сзади спина, конечно, просто болтики, все, ничего интересного не имеется. Если рассмотреть руки, то вроде бы неплохие, но они тоже худенькие, но есть интересные моменты. У него имеются здесь пушки, ракетницы, скажем так, ракеты, как это правильно, ну, в общем, ракеты у него здесь имеются, может уничтожать всех, кого угодно, и, конечно, они поворачиваются. Ну, у него, естественно, открытая, скажем так, кисть, у него, конечно, шевелится большущий пальчик, да, это, естественно, прекрасно. Ну, и если постепенно переходить к ногам, то у него такие огромные, может быть, с временами нелепые ноги кто-то скажет, но, может быть, да, но, с одной стороны, очень неплохо, и, если честно, это необычный, если честно, ход. То есть, просто передняя часть корабля превратилась вот в такие ноги. Смотрится неплохо, это у нас как бы как и колено получается, да, и как доспех получается. Дальше у нас получается сама нога, вот она вот тут, скажем так, да, вот тут у нас пальчики. Конечно, если честно, это я сам уже выдумал, такого не должно быть, на самом деле он должен быть вот таким. Если я ничего не путаю по инструкции, а инструкция, если нам не врет, то она говорит нам, что да, он должен быть вот такой, то есть пониже, то есть как сейчас. Если честно, вот если сделать строго по инструкции, смотрится, ну, может, ничего, но я как-то привык, как я вот всегда делал, и смотрится, если честно, ну, неплохо. Да, конечно, я вообще здесь показываю весь корабль, но почему бы и нет, то есть это у нас будут считаться как пальцы, это у нас передний палец, это у нас, скажем так, пятка, да, а если, например, вот так взять, убрать, то получается как бы, а что, где, что, чего, где пальцы, где, чего. Поэтому, наверное, я решил вот так вот делать всегда, и смотрится, если честно, так гораздо лучше, вот. Но уж инструкции, если говорить, сделай так, ладно, но как бы так, если честно, лучше. Конечно, детализация имеется, тут у нас камуфляжик на руках, конечно же, но когда мы его трансформируем в корабль, там все будет поинтереснее. Ну, если так уж говорить, ноги просто простенькие, и все, это у нас передняя часть корабля, и все. Здесь у него ничего интересного нету, по бокам как бы тоже. В принципе, вроде бы как робот неплох, но если вы не имеете его в коллекции, то, думаю, ничего страшного. Теперь артикуляция. Голова у него, конечно же, шевелится, и в 360, если я не ошибаюсь, она крутится только нужно, а аккуратненько, а то может вылететь. Дальше у нас здесь туловище, конечно же, крутится в 360, это нам понадобится не только, чтобы просто покрутить, а для трансформации, само собой. Руки у нас, конечно же, поднимаются для трансформации, потом у нас крутится вот тут-то, где как бы плечо у нас в 360, потом, где плечо у нас еще вот тут, а могут вот так вот в сторону, само собой. Конечно, где ракета у нас крутится в 360, можно просто поднять и убрать для трансформации. Конечно же, где локоть у нас сгибается в 180 даже градусов, ну точнее, если говорить вот здесь, вот так вот, да, то тут где-то может быть, да, и 180 получится. Да, здесь 180, а если говорить вот еще вот здесь имеется, да, где локоть, да, где, скажем так, хрячий, как у человека, то тут у нас имеется где-то 90 градусов, ну, может чуть больше. Пальчик убирается, само собой, в 180 градусов, ну и нога у нас поднимается, конечно же, вперед, может и назад, может и шпагат, конечно же, сделать, он может это запросто сделать, этот шпагат, раз. И, конечно, у него еще вот тут крутится в 360, но может слегка вот так вот нога, к сожалению, вылететь, это из-за того, что неудобно слегка, ну и, возможно, просто она вот так вот вылетает, но, как бы, ладно, это можно вправить, и все будет, с одной стороны, нормально. Ну, у нас еще шевелятся вот так вот запчасти, и по-разному еще можно пошевелить, но это нам нужно все, конечно же, для трансформации, еще вот тут колено сгибается, конечно же, ну и пальчик, вы уже видели, что убирается. Все, теперь давайте будем мы его трансформировать, если честно, трансформация здесь очень легкая, то есть мы соединяем, конечно же, вот эти запчасти, вот так вот, раз, два и все, потом мы перекручиваем вот тут, и это уже постепенно вот так вот подготавливаем, пока что давайте остановимся здесь. На всякий случай, теперь мы здесь сделаем вот такую тему, то есть руки мы убираем назад, это мы, конечно, убираем, прячем, чтобы все было подготовлено, скажем так, к бою. Вот тут мы руки, само собой, соединяем, чтобы получилась красивая задняя часть корабля, само собой, и соединяем вот тут. Все, у нас получилось очень даже неплохо, и осталось нам что? Взять вот тут-то, перекрутить, то есть где локоть, если не ошибаюсь, да, тут тоже перекрутить, и подготовить вот такую позицию, но осталось совсем немножечко, то есть тут-то мы убираем, тут у нас очень классно получается, голова у нас, в принципе, прячется, здесь мы все подготавливаем тоже, и осталось нам соединить теперь просто вот эти руки с вот этими запчастями, тут у нас имеется пустота, мы, конечно, вот так вот соединяем их немножечко назад, скрепляем, пальчик убираем сюда, это, естественно, тоже с этой рукой также прорабатываем, здесь у нас все получается очень даже, если честно, неплохо, хорошо, все, мы соединили, и вот он наш кораблик, как бы такой кораблик, крейсер, или как это правильно называется, неплохо, если честно, интересен, обычен, на человеческий, с одной стороны похож, особенно передняя часть, то есть тут у нас имеется, скажем так, пушки, тут у нас кабина, где люди управляют этим кораблем, антенна, различная вышка и так далее, вышка у нас имеется, антенна и различные там еще имеются всякие штучки, ну, камуфляж тоже неплох, то есть такой кораблик по цветам очень даже, если честно, неплохо выглядит, автобот, знак, само собой имеется, это, естественно, прекрасно, если рассмотреть вот эту заднюю часть, то тоже неплохо, конечно, есть пустые моментики, особенно вот тут выделяется, но ладно, не будем к этому придираться, можно вот так вот взять, поднять ракеты, он как будто плывет, плывет и, например, пуляется, вкалкивать его можно вот так еще сделать, почему бы нет, тут можно различные понаделать, скажем так, то есть сам кораблик, если честно, очень даже неплохо, если рассмотреть вниз, то у нас ноги спрятались, руки спрятались, голова также, то есть робот спрятался идеально, можно сказать, и в целом, трансформация хорошая, легкая, ничего сложного нету, ну и что ж, думаю, можно подводить итоги, мы сегодня рассмотрели вот такого необычного трансформера по имени Дэв Черч, и, конечно, да, его в фильме не было, но вышел, если честно, неплохо, то есть в виде робота необычно, если честно, выглядит в виде корабля, получился, если честно, ну неплохо, то есть он похож на человеческий корабль саму собой, тут трансформация саму собой очень легкая, ничего сложного вообще нету, то есть раз-два и у нас кораблик получается, проблем особо нету, конечно, да, нога может иногда вылететь, ладно, ничего страшного такое, я думаю, может быть иногда, и самое главное, что здесь робот спрятался очень идеально, что не может не радовать, все, столечка слов у меня о нем имеется, напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого трансформера, а я, пожалуй, буду заканчивать, спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк, чтобы поддержать меня, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежее видео, ну и, конечно же, увидимся в новых видео, да и в рубрике трансфобзора, потому что здесь мы рассматриваем различных трансформеров, как новых, так и старых, все, всем спасибо, всего ночи и всем пока.